Девушки отдыхают 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 у нас, то есть не рассеивался. То есть йога это сочетание разных ресурсов наших внутренних. То есть их нужно в гармонию привести. И наше мышление, оно постоянно протекает в уме. И разминка и тренировка голма утром заключается в том, что мы ум держим здесь. То есть мы никуда его не отпускаем. Мы пытаемся его удержать. Таким образом? Мы просто разминаем какую-то часть тела и в это время все внимание наше должно быть сосредоточено на той части тела, которую мы разминаем. И тогда наш ум здесь находится, он никуда не уходит. Тренируй. Хотя он будет хотеть вырваться туда и в номер захочет, и на море и на Ванаку, или домой в каких городах, или в гости куда-нибудь. Интернет там. Неважно. Он будет пытаться вы его вытягивать и сюда-обратно. Таким образом? Просто концентрируйте внимание на тех частях тела, которые мы будем разминать. Это принцип йоги. Если кто-то занимается йогой, там должны заниматься. То есть садитесь в астану, не ложитесь, не встаете. Как только вы заняли какую-то позицию, сразу должны обнаружить ту часть тела, которая у вас заболела. То есть где вам больно, тянется что-то, или может быть там ноет, как-то растягивается, скрипит там. Это значит, что часть тела зашлакована. Не имеется в виду грубая оболочка, тонкая, энергетическая часть зашлакована токсинами эмоциональными. И эти токсины эмоциональные можно сжигать, то есть избавляться от них. Более того, делать безболезненно. Каким образом? Мы отправляем туда внимание, с нашим вниманием туда идет поток праны. Прана это энергия, мы сегодня будем разбираться в стране Вселенной. Вот эта энергия прана, она имеет тонкую, огненную природу, она проникает в этот канал больной, так как внимание туда уходит, а ум он может направлять прану. Именно умом мы прану направляем. Приводили пример, когда мужчина смотрит на женщину или женщина на мужчину, то сразу мысли о них в какую-то другую сторону начинают работать, да? Например, мужчина идет, 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 раз женщина, раз посмотрел, он ему «Воу, хочу!» До этого не хотел, хотя так же смотрел. То есть вот этот поток праны, он пробивает психику, и человек сразу раз меняется мышление у него. Также и здесь. Вы обнаружите больное место, направьте туда свое внимание и дышите. Медленно, мягко дышите, полным йоговским дыханием. Если ваше внимание будет здесь, то значит и дыхание тоже праны будет здесь. Оно будет усиливать процесс очищения. И так можно исцелить себя полностью, то есть. Но мы здесь не занимаемся этим прям так глубоко, потому что у нас нет времени. Но какие-то простые моменты мы пытаемся здесь практиковать. И сейчас в этой разминке можно это почувствовать каждому. Как мы будем делать? Будьте внимательны, смотрите за мной, кто уже был здесь, кто не смотрел, кто первый раз. Я буду как-то сопровождать это информацией, что делать, как делать, будьте внимательны очень. Давайте еще раз изучим полное йоговское дыхание, для тех, особенно, кто первый раз пришел. Займите правильную позицию, ноги вместе, носочки вместе поставьте, плечи разверните, плечи разверните, назад и опустите их, поднимите подбородок, все это тоже, йога-скрасана. Делаем сначала вдох, животом, один только живот накачиваете, носом, прям вперед его нужно выключить, максимум накачать, потом плавно начинайте грудь поднимать, ее накачиваете, руки опустите, это я просто показываю. И насколько возможно, верхнюю часть диафрагмы тоже накачайте, потом такой же выдох, вверх вздуйте, грудь опустите, выдыхайте, и живот прям себя втяните туда. Называется полное йоговское дыхание, еще раз самостоятельно попробую, вдох, и выдох. Можете почувствовать, как спокойствие пришло в уме. Ум собрался, что это прана, прану и ум управляются, и ум подчиняется законам праны. Все, начинаем разбивку, будьте очень внимательными. Начнем сверху и пойдем вниз. Аккуратно головой, мягко-мягко, в разные стороны, попробуйте накладывать, аккуратно. Ваше внимание должно быть в шее сейчас. Ищите, где в шее у вас появляется боль какая-то. Положите голову на левое плечо, расслабьте шею. Если вам здесь больно, вот в этом месте, где-то тянется что-то, до конца не ложится голова. Иначе здесь дышать нужно мысленно, на выдохе расслабляйте больное место. То есть представьте, что ваш нос здесь находится, и мысленно дышите. Вдох, выдох. Или вдох и выдох. Или отсюда, или отсюда, не важно откуда, дышите, на выдохе расслабляйте больное место. Вы будете чувствовать, что боль уходит, значит канал прочищается. полный йога с левым дыханием. Аккуратно в другую сторону теперь. Вдох. Выдох. Поверните голову влево сначала, до отказа. Корпус не поворачивайте, корпус как бы прямо, так и стоит. Только голову поверните, и зрение в самую крайнюю точку отправки. Доваси глазам больно, значит глаза, то есть зрительные токсины, зашлаковали или каналы. Дышите глазами мысленно. Вдох. На выдохе расслабляйте все эти центры. Аккуратно в другую сторону. Вдох. Выдох. Встали в входное положение. Выдох. Выдох. И на вдохе потянулись вверх. Потянулись, потянулись, потянулись. Ушки вперед, плечи назад. Локти прямые. Начинаем кинуться от рядачек. Икроножные мышцы поднимите вверх. Явгодицы мысленно. Спинку, нижнюю часть спины. Верхнюю лопатки. Плечи, локти, запястье. Прям мысленно, умом, прям идите последовательно. Вытягивайтесь. Вложим левую руку за голову. Вперед, то есть два пальца вот этих. Раз, вот так. И за голову так положили. Расслабьте две руки. Обе руки расслабьте. Не давите вниз. Стойте ровно, прямо. Вдох. Выдох. Выключите, где больно вам. Крючок в каком месте болит? Где шея болит? Аккуратно поднимаем. И в другую сторону тоже самое. Вдох. 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 Обнимаем. Выдох. Голова вперед, плечи назад. И на вдохе аккуратно потянулись на носочках вверх. Не смотрите вниз. Смотрите перед собой в одну точку. Тогда вы будете спокойно стоять. Вытягиваемся, вытягиваемся. Выше, выше, выше. Тянемся, тянемся. Выдох. Опускаем. Руки не до конца. Опускаем. Теперь обнимаем себя за лопатки. Мягко очень наклоняйтесь. Голова тоже наклоняйтесь. Выпрямляем руки вперед. Таким образом. То есть в лоптях остаются они как бы замкнуты. Как остаются. Раз. И сплетите их. Таким образом. Таким образом. Расслабляйте плечи в это время. Кто-то хочет усложнить, усложняйте. На правую ногу присядьте. И таким образом. Раз. Тоже за лодыжечку себя. Держите равновесие. Спина прямая, не сутупьтесь. Расслабьтесь. Прямо, ровно стоим. Меняем теперь руки. Другая рука теперь сверху. Выпрямляем. Другую ногу поднимаем. Если хотите. Можете так стоять, не важно. Это для улучшения просто концентрации. Вдох. И выдох. Стрихните руки. Плечи разминаем. Вперед, назад. Ноги вместе держите. Носочки вместе. Не расходитесь. Вперед прям вот так можете прогибаться. Вот так. Несколько раз прям. Назад, наоборот. Расправляйте плечи. Руки на плечи. Локки вверх максимум. Туда за голову. И там опускаете их. Вперед, назад. Локки. На себя. На себя. Запястье. Запястье. Кистину. Вдох. Прямо вот этими центрами дышите. Чтобы право в это время входит сюда. Вдох. Выдох. Еще раз. Вдох. Соединяем ладони. На себя. Повернули. И от себя. Мягко, мягко очень. Вперед. Пальцы остаются замкнутыми. Только ладони нужно раздвинуть. Шаг в сторону. Поворачивайте корпус, голову и зрение. Попробуйте успеть сообразить. То есть проследить за этим всем. Динамично делайте. Раз, 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 раз. Успевайте. Голову и зрение все смотреть в самую крайнюю точку. Остановитесь. Встряхните руки. Ослабьтесь. Ноги также на ширине плеч. Наклоняемся. В одну, в другую сторону. Голову тоже наклоняйте. И так, верхняя часть позвоночника продолжает разминаться. Руки свободно висят. Руговые движения. В одну сторону, в другую. Сократите толстую. И теперь только эту часть. Среднюю. В одну, в другую сторону. И еще сократите. Все ноги вместе. Носочки вместе. Вдох. На выдохе опускаем корпус вперед. Прямой. Спина прямая. Ноги прямые. Не сгибаем ноги. Опускаем, опускаем, опускаем. Полностью, полностью опускаем. Расслабьте руки. Расслабьте шею головой. Попрутите. Попробуйте почувствовать, что шея расслабленная у вас. То есть голова, она как будто шар висит должна на веревке. То есть вы крутанули головой. Голова по инерции продолжает крутиться. Проверяйте. Так шею нужно расслабить. И крутите голову. Раз, 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 раз. Руки на колени. На вдохе. Выгибаемся в обратную сторону. Подбородок вверх. Ноги вместе. Носочки вместе. Ноги прямые. Спинку теперь вот так нужно прогнуть. То есть она вот так сейчас у нас была. А теперь она обратно. Контрасана называется. Подбородок вверх. Максимум. Посмотрите на кончик носа. Носой. И теперь поднимайте этот взор вверх. Куда же, в межбровье. Подбородок еще вверх. Куда же, в потолок смотрите. Дышите. Вдох, выдох. Наслабляйте поедные места. Делаем полный вдох. Задержали дыхание. На вдохе присели. Напрягите промежность. Теанусы гениталий сильно напрягите. Зрение также вверху. Подбородок вверху. И на выдохе выпрямляемся. Прогнитесь назад. Голову назад закиньте. И расходное положение. Руки на колени. Разминаем. Так, в сторону. И еще раз. Лазу. В другую сторону. Ставим в сторону положения. Вдох. И выдох. Берем себя за белую ногу сначала. Это большая плотность у нас здесь. Поэтому ни разу мы уже не будем делать. Чтобы друг друга не ударить. Ни пнуть. Ни на руку. Прям подтягивайте к ягодицу. Вот так прям. Хорошо прям подтяните. Проверьте, чтобы два бедра были параллельны друг к другу. Чтобы они ни вперед, ни в бок бедра будут параллельно. Плечи развернуть. Подбородок поднять. Вдох. Выдох. Попробуйте, не наклоняясь вперед, поднять ногу сзади. Как сможете. Смотрите, аккуратно. Только никому не дайте. Поднимите, как сможете. И вперед переведите. Не опускайте на пол. Теперь прям подтяните. Хорошо. Подтянули. Расслабляйте. Расслабляйте те места, которые надвиглись у вас сейчас. Чуть-чуть опустили. И теперь на бок поверните. То есть от корпуса должно быть расстояние вот здесь. Прямо на ладони положите, как на блюдечко. И максимально вверх. И остановите. Дышите вдох, выдох. В одну точку смотрите. Тогда будет равновесие хорошее у вас. Ложим либо на бедро. Если вы отпустите, нога не падает. Значит, оставьте. Если она падает у вас, тогда сбоку вот так бедро можно упереть. Колено назад, тогда разверните. Ушки вперед, плечи назад. Смотрите перед собой. И смотрите вниз, иначе будете шататься. Равновесие зависит от спокойствия ума. Опускаем руки. Нога к ноге. Сразу пяточки в пяточки. Вдох. И выдох. Если нога опорная болит у вас после окончания этих упражнений, значит ей дышите вдох, мысленно и выдох. Расслабляйте на выдохе. Тогда восстановите ее быстро. Другая нога симметрично. Другая нога. И потом залить. Вперед премьét anto. На бедро. Или сбоку, как удобно. Как делайте. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Аккуратно садимся. Держите спирту ровно, прямо. Можно садиться, если где-то места нет. Садитесь, если вы раскушите. Насаживайтесь по воде. Держите спирту ровно. Для продолжения еще все-таки немножко пришли в себя. Поднимите правую руку вверх. Опустите ее за голову. И этой рукой сзади можете сцепиться. Если не достаете, тогда такой вариант. Не за голову опускайте, а впереди за плечо опустите. Так проще будет достать вам. Расслабляйте по низу. Вдох и выдох. Если не достаете, мужчина, если так не достаете, тогда вот спереди. Вот так, возьмите. Спереди, не сзади. Да, да, да. Да, прям. Так будет проще. И так же в другую сторону теперь аккуратно. Либо так, либо наоборот так. Вдох, выдох. Дышите. Расслабляйте больное место. Вдох и выдох. Аккуратно расцепите. Еще одно упражнение. Содейте две стопы. Спинку ровно держите. Можно и до начала. Вперед сначала. Будет так немножко выдвинуть. Чуть-чуть. Вперед. Немножко. Можно руки вот так назад укресли. Сложно. Сначала просто повзвинайте. Потом поднимите к себе. Ну, подбежи. В замок возьмите руки. Засыпились. Спина прямая. По дуковничку. По дуковничку только. Никаких крестких движений. Можно так. Все, выпрямились. Сначала ноги будут вот так. Вот так вот вот так. Сейчас мы будем тренироваться так, чтобы их максимально опускать вниз. Тренировка эта сейчас будет. Совместим. Эта асана позволяет поднимать с нижних центров вот эту энергию в нижнюю, в верхние центры. Сейчас мы будем делать это. Три раза всего делаем. Больше не нужно делать. Сначала делается полный выдох. Выдох мне полностью нужно. Потом просто посмотрите. Делается резкий вдох носом. Я сказал посмотреть. Иначе вы сейчас не запомните. Не на мне не сконцентрируйтесь совсем. Но потом сделаем. Понаблюдайте просто сейчас. То есть делается таким образом. По стерёжу нас. Потом резко задерживается дыхание. Сразу же. Так же вдохнули. И так же резко задержать дыхание нужно. Потом смотрите следующие какие движения пойдут. Первое движение. Опускается подбородок вниз максимально. На задержке дыхания. И напрягается нижний центр. То есть анусы генитарии. Прям напрягать нужно будет. Одновременно вы должны. Тянуть ноги вниз потом. Без рук. Без рук. Как получится у всех. Не так, чтобы все достанете полы. Это не обязательно. Самое главное видеть, что в это время, когда вы ноги опускаете, энергия поднимается вверх. Как только вы почувствуете, что она где-то вот здесь уже будет. Хотя ноги не почувствуете. Тогда напрягайте этот центр сразу. С солнечного сплетения. Продолжайте напрягать. Этот напряженный держите. И этот напрягайте. Потом в конце уже почувствуете, что уже сюда подходит. Здесь напрячь, горловой центр вот этот. И держите сколько сможете на задержке дыхания. Чувствуете, что уже не хватает сил держаться, дышать охота. Мягко-мягко начинаете одновременно поднимать голову, расслабляйте этот центр. Потихоньку ноги начнут подниматься. Этот центр расслабит. И нижний центр расслабит. И так три раза нужно будет сделать. Спасибо. Потянулись эти ноги еще раз поближе. Спина прямая, проверьте. Выдох полный. Вдох. Задержали дыхание. Опустили подбородок. И начинаем напрягать снизу. И колени вниз доведите. Выдох. И первый раз заодно долго не бежать. Еще раз вдох. Выдох. Последний раз. Вдох. Аккуратно руками помогите. Ну так поднимите ноги. Помогайте. Сами не перелагайте на себя. Поднимите. Сердце попрямить. Теперь в другую сторону усидите ноги. Сами ровно сидите. Поднимите и в другую сторону. Ноги вперед аккуратно. Расслабьте их. Один раз в день можно делать утром. Через полгода у вас пропадет вкус материальных желаний. Если вы готовы делать это. Бояйца вкус духовных желаний. Когда материальные желания сгорят. Духовные материальные пересилят их. Когда материальные желания опять вернутся. Но уже с духовным оттенком. Уже они не будут искреннять нас. Они будут духовными. Как материальные. Но они будут отворяться. Такой процесс удивительный. Хорошо. У нас сегодня тема. Сила времени и строение Северной. Если поставлю. Очередной раз в Шиманбар. Это маленький отрывок. Послушаем по времени. Именно как время. Проявляется в этом мире. Немножко потом я начну что-то объяснять. Уже более подробно. Можно что-то записывать. Глава одиннадцатое. Пространство и время. Май Троэ продолжал. Вещественный мир состоит из предельно малых, лунивых единиц. Количество их бесконечно. Каждая такая единица неделима и не имеет отдельного осизаемого тела. Она невидима для чувств и существует после распада сложных тел. Всякое вещественное тело – сутсоединение некоторого числа предельно малых единиц. Однако опытным путем невозможно постичь сие основное свойство вещественных предметов. Эти предельно малые единицы есть неделимые частицы мира. Не объединенные в осизаемые предметы, они составляют безграничное единое поле. Соединившись в некотором количестве, частицы мира образуют предметы, при том, что остаются отдельны друг от друга и составляют единое целое. Необратимая смена впечатлений в сознании наблюдателя есть особая стихия, называемая «времием». «Время» обнаруживается там, где есть движение или изменение состояния вещественных тел, образованных из предельно малых частиц. «Время» – неодолимая сила Вседержителя, который перемещает осизаемые предметы, оставаясь неосизаем в сотворенном мире. Предельно малая единица, будучи неизменной, существует вне времени и, не имея протяженности, существует вне пространства. Движение единиц мира в совокупности происходит в сознании сверхсущества, во времени, которое есть всеобщее великое время. Время измеряется взаимодействием двух малых частиц вещества. Единицей измерения служит движение луча света сквозь пару вещественных частиц. Три сдвоенных частицы составляют мельчайшее тело – праса рэну, доступное осизанию. Праса рэну воспринимается, как толщина солнечного луча, который глазу кажется движущимся. Время, необходимое для прохождения света через три трасса рэну, называют трути. Сто трути составляют одну ветху. Три ветхи равны одной лаве. Отрезок времени в три лавы составляет одну немешу. Три немеши равны одной кшаре. Пять кшан образуют одну каштху. Пятнадцать каштх – одну лаву. Пятнадцать лаву равны одной надьке. Две надьки составляют одну мухурду. Шесть или семь надек составляют четвертую часть. Дня или ночи по исчислению людей. Нервная емкость для определения продолжительности одной надьки изготавливается из меди и весит шесть пал – 366 грамм. В ней делают отверстие с помощью золотого сверла весом четырьмаши. Их четыре пальца длинной. Эту емкость помещают в кристально чистую воду. Время, за которое эта емкость до краев наполнится водой, называют одной надькой. День человека длится четыре прохары. Называемая также ямами, столько же продолжается его ночь. Пятнадцать дней и ночей составляют половину человеческого месяца, который складывается из двух половин – темной и светлой. Человеческий месяц равен суткам небесного яруса, где обитают предки. Два месяца составляют время года, коих в году шесть. За шесть месяцев солнце совершает переход с юга на север или обратно. Два перехода солнца равны суткам в мире богов или полному году человека на земле. Жизнь человека длится век, составляющий сто зимних лет. Зримое и незримое светило и прочие небесные тела, как и малые частицы мироздания, движутся круговым путем по воле Вседержителя, которое пронизывает зримый мир в виде времени. Небесные тела, солнце, луна, звезды, светило и блуждающие огни движутся по пяти круговым путям. У каждого небесного тела неизменный срок обращения и неизменный круг. Солнце, кто есть нищий, паримый источник света и тепла, поддерживает жизнь всех обитателей вселенной. С великою скоростью мчится солнечная колесница по небосводу, отмеряет век смертных, избавляя их от привязанности к вещам и прокладывает нить в небесное царство. Всякому разумному существу должно раз в пять лет выразить солнцу почтение под ношением даров. Ведура сказал, «О, мудрый муж, ты говорил о сроках жизни для предков, небожителей и людей, но сколько живут старцы, которые продолжают блогерствовать после завершения Дня Творца? Уже ли, постигший свою суть, не уходит в мир иной с разрушением Вселенной, но дожидается нового Дня Творения, дабы вновь родиться воплоти?» Майтрея отвечал, «Друг мой, великий век, что длится двенадцать тысяч лет, по исчислению даров делятся на четыре малых века. Сатию, Третту, Двапару и Карри. Срок Сатии составляет четыре тысячи восемьсот невестных лет, Третты – три тысячи шестьсот лет, Двапары – две тысячи четыреста лет, Карри – тысяча двести лет. Временные стыки, что предшествуют векам и завершают Оме, длятся несколько сотен лет богов. Смена веков предопределена высшим законам. Небо власти смертных тварей остановит чьи-то времена. Век Сатия отличается тем, что люди в эту пору всецело следуют закону Божьему. В последующие три века людская набожность поступенно уменьшается, а беззаконие и богоборчество соответственно прирастает. День Творца, чья обитель расположена над тремя ярусами Вселенной, длится тысячу четверичных великих веков. Столько же длится его ночь, в продолжении коей со знаки погружен в сон. С наступлением дня Брахма вновь принимается творить трехъярусную Вселенную, за время существования которой закон в ней посменно оберегают 14 ману. Ману живет немногим более 71 великого четверичного века. С исходом одного ману его место занимает следующее. Сынов своих, мировой законоблюститель, определяет быть правителями Земли. Со сменой ману меняются боги у правителей Вселенной и их семь советников Риши. В течение дня три яруса мира соземляются и разрушаются много раз. Вместе с ними рождаются и умирают их обитатели. Люди звери боги и прятки творя дела и божиная плоды дел. Порою за неимением достоиного новейстика Господь Вседержитель не сходит в сотворенный мир самолично, дабы силы тьмы не рушили вселенский порядок. На исходе дня мироздание мрак и погружается во мрак. Живые твари засыпают в беспамятстве, расставшись со своими обликами. В мире воцаряется безмолвие. С наступлением вселенской ночи мякнут солнце, луна и прочее светило. Три мира становятся незрими. Огонь, что исторгается из уст, чарующих, устрашающих, устрашающих, вселенского злея санкашины, опустошают снизу пространство вселенной, поглощая нижние ярусы и принуждая жителей небес искать спасение выше в наближных измерениях. Предсам конца света буйные ветры поднимают в мировом океане огромные волны, что в считанные мгновения поглощают все три обитаемых яруса жизни. Редкие счастливцы, нашедшие убежище от потопа в высшей плоскости мироздания именуемой Джаной, принимаются возносить душеспасительные молитвы Вседержителю, что покоится в блаженной древе в кольцах испаринского змея посреди волн мирового океана. Неумолимы скородечна жизнь тварей. Всякий живет сто своих лет. Ничтожная тварь и могучий творец отмерен век рожденного на свете. Половину своего срока смертный взбирается на вершину могущества. Далее путь его отмерен вниз к бессилию и небытию. Тварец наш только миновал свою вершину и ныне ступил во вторую половину пути. Едва явившись на свет нынешнего дня, Брахма внял запредельному голосу и, исторгнув из уст услышанное, он облег звук сие тайное Божие сведение веду. Следом наступила вторая пора нынешней вселенной, когда искупа вседержителя произошел вселенский лотос. Первый день второй половины жизни Брахмы ознаменовался сошествием Господа Бога в образе дикого вебря. Впрочем, жизнь дворца, кажущаяся человеку бесконечностью, составляет миг в бытии Всевышнего, кто есть причина всех причин, сущий вне добра и зла. Время перемалывает в своих безжалостных жерновах все, что образовалось путем сложения от сдвоенной частицы до первозданного сидельца во вселенском лотосе. Всякий, кто присвоил себе образ зримом мире, обречен быть уничтоженным временем. Вещественная вселенная в обхвате составляет шесть триллионов сажений, облекает ее восьмислой скрупа, каждый последующий стихийный слой, который в десять это толще предыдущего. Точные реалии светличков разбросаны в селяне в бесконечном пространстве, в воображении Господа Бога, кто есть причина причин, непогрешимое всеобщее я, высшее существо, вместилище бытия, хранитель миров и вседержитель Вишну. Тяжело услышается. Иногда будет, да, некоторые моменты просто не усваиваются в наших словах, в наших умах, потому что процессы у нас, в нашем округе недостаточно развитые, чтобы воспринимать эту информацию, опять же, мы разном уровне развития, каждый мог что-то для себя понять, усвоить, да, как примерно как происходит по филе. Ставайтесь, если договориться, об этом будет все. И сейчас я попробую отобразить непосредственно не так много времени у нас. Я попробую вкратце отобразить примерно у нас какое-то представление появилось, как появляется не просто вселенная, а как вообще появляется материальный мир, потому что есть время, когда материального мира нет еще. Есть такой период времени, когда материальный мир отсутствует, он появится потом только. изначально Господь в своей изначальной духовной форме, это заключение вед определяет его как бы высшее положение, Кришнасту, Бхагаван, Свояма, заключение вед, это кульминация ведического знания. Говорится, если человек постигает эту последнюю грань вед, то знаешь, он знает все веды, все, ему не надо уже изучать. Например, ученик пришел к Прокупальму, он даже еще не учеником был, он просто человек в суде, пришел, убедил какое-то собрание людей, пришел, сел, послушал лекцию и в конце лекции говорит, что Прокупальму, вы можете мне дать посвящение? Ну и ученики посмотрели на него и подумали, мы уже несколько лет практикуем, и многие еще не получили посвящение, предлагаем усилия, человек в суде пришел и сразу просит посвящение. Странный человек, все так подумали. Прокупальму он всегда мыслил нестандартно. Он ему сказал, а что такого ты узнал сейчас на лекции, что ты принимаешь такое решение? Что такого ты услышал здесь? Он сказал, я понял, что Кришна Верховная Вечность Бога. Прокупальму сказал, а еще что ты понял? А еще я понял, что я Душа Вечная, я Его Частица и Моя Природа служит целому. Вот это я понял из этой лекции. Прокупальму сказал, приходи завтра и тебе дам посвящение. Две вещи тут надо понять. Бог и кто такой я, какие мои мыслилые взаимоотношения. Все. А? Священие, пожалуйста. Завтра. То есть изначально духовный мир как бы образно нарисуем и